К сожалению, тогда никак не получится вас пропустить. Надо в следующий раз, пожалуйста, не забудьте паспорт. Вход только по паспорту и QR-коду. Так сегодняшним утром встречали посетителей бассейна «Кристалл» в Березняках. Никакого специального устройства нет. Коды проверяет администратор с помощью приложения на телефоне. А вот люди явно не готовы. Только при нас развернули порядка 10 человек. Не попал на тренировку и Владимир Чикин. Для меня вот эта накладность на сегодняшний день. Сейчас я себе справку возьму. Но мне без разницы, будь я буду каждый день, как вот здесь медицинную справку. Представляешь, каждый день? Вот я буду показывать. Все. Но если Владимир просто не позаботился вовремя о QR-коде, то многие вообще его не имеют. Что же делать в таком случае? Неужели сдавать абонемент? Вовсе не обязательно успокаивают березняковцев в городском спорткомитете. Ни в бассейн, ни на каток, ни в тренажерные залы входные билеты не пропадут. Если у вас были приобретены абонементы во все данные учреждения, и у вас нет возможности сейчас посещать на определенных условиях, то ваши абонементы будут заморожены до того, как вы сделаете прививку. Либо вы будете посещать только с тестами ПЦР. Нововведения коснулись не только объектов спорта, но и культуры. Туда вы теперь тоже сможете попасть только при наличии QR-кода или ПЦР-теста. Как это скажется, в итоге на количестве посетителей и прибыли оценивать пока не готовы ни в мелодии, ни в Березняковском драмтеатре. У одних по понедельникам и раньше людей на сеансах было немного, а другие и вовсе в этот день не работают. Факт, однако, остается фактом. Кто-то сегодня уже не попал на сеанс в кино, а кто-то, с сожалению, сдает билеты на спектакли. Наш театр готов работать в новых условиях. Мы готовы принимать наших зрителей с учетом новых введений, то есть по QR-кодам, по сертификатам или методводам. Мы надеемся, что наши зрители с пониманием отнесутся к нововведениям, потому что здоровье сейчас в приоритете. И мы надеемся, что этот период мы проживем вместе. Сколько продлится этот период, пока неизвестно. В указе губернатора 30 сентября значится фраза «до особого распоряжения». Есть и основания полагать, что случится оно только при определенном проценте вакцинированных и с учетом эпидобстановки. При худшем сценарии возможно даже ужесточение ограничений. В оперштабе уже заявили, что под вопросом сегодня и заведение общепита. Ольга Распономарева, Кирилл Теранцев. Наши новости. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...